Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На Алтае должен появиться первый в Сибири реабилитационный центр для ветеранов воина СВО и их родственников. Когда и что известно о проекте? Уникальный объект для первичного звена здравоохранения. У 14-й поликлиники Барнаула появится парковка на 190 машин. Любительский театр из Новоалтайска выступит на сцене Краевого театра драмы «Как народная труппа покорила профессионалов». К 2028 году в Алтайском крае может появиться реабилитационный оздоровительный центр для участников воина СВО. Он будет работать для всех ветеранов боевых действий и их родственников. И по расчетам за год через него будут проходить до 6000 человек. А пока проект объекта готовится, Данил Кузнецов узнал подробности масштабного проекта. В Барнаул с рабочим визитом сегодня приехал Франц Клинцевич, лидер Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций. Главный пункт его командировки – краевой филиал «Защитники Отечества». На этой площадке большой гость обсудил с местными специалистами вопросы помощи участникам войн и СВО, проживающим на Алтае. А в будущем это могут сделать в стенах специального реабилитационно-оздоровительного центра, которых в Сибири не так много. К примеру, один из важных вопросов его деятельности будет касаться борьбы с посттравматическим расстройством. Что такое посттравматическое проявление? Это человеческий мозг в случае пребывания человека в довелительном состоянии под угрозой смерти, получает такую травму, как будто бы в этот мозг попала пуля и потом каким-то образом там произошло. К примеру, после Вьетнамской войны расстройство проявлялось где-то через 15-17 лет, после Чечни в течение 8 лет, в случае с СВО почти сразу. Такому человеку могут помочь медикаменты и отдых. Однако со специализированным отдыхом в крае проблемы. Путевок к санатории всем не хватает, поэтому очень важно создать специальный реабилитационный центр. Благодаря фонду защитника отечества, насколько я знаю, и отдельным, так сказать, губернаторам, которые сумели, в Кемеровской и Новосибирской области открыты два реабилитационных центра, достаточно профессиональные, где по 100 человек там могут проходить реабилитацию. Больше у нас и системы реабилитации нет. Появление такого центра в нашем регионе стало возможным благодаря помощи алтайских бизнесменов, конкретно одной из строительных фирм города. Мы готовы профинансировать, мы готовы сделать общее благоустройство сквера прилегающего. И готовы там в том числе в здании выделить и построить помещение для зала поддержки семьям погибших. Проект центра пока разрабатывают, а к поиску места подходят очень тщательно, ведь общая площадь объекта 10 тысяч квадратных метров. Площадку для будущего учреждения определят в следующем году, а сам объект построят к 2028-му. На его создание будет выделено около миллиарда рублей. И вот двери будут открыты для участников любых войн и их родственников. Авторы идеи предполагают, что через центр будет проходить до 6 тысяч человек в год. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Рассказать о проблемах и выдержать критику. На этой неделе глава Каменского района Иван Панченко первым среди коллег выступил перед краевыми депутатами с отчетом о делах в муниципалитете и ответил на многочисленные и не самые приятные вопросы. В теории такая практика должна помогать консолидировать усилия разных уровней власти для решения местных проблем. О первом отчете в нашем следующем материале. Дороги, социальные объекты, жилищно-коммунальное хозяйство, бродячие животные. Многие сферы в Каменском районе развиваются со знаком минус. Но глава проблемного района на сессии краевого парламента начал свое выступление по большому счету с плюсов. Выдано разрешение на строительство диагностического центра на территории городского поселения городка Минайаби. Сдача данного объекта планируется в декабре 2025 года. Строительство позволит улучшить качество оказания медицинских услуг населению нашего и ближайших районов, а также позволит привлечь новых специалистов. В районе увеличилась и заработная плата, рапортовал докладчик. И добавил, что к концу года ее среднее значение превысит 37 тысяч рублей. Ближе к концу выступления Иван Панченко озвучил проблемы. Они касаются дорог. Протяженность дорог местного значения твердым покрытием в городе 94 километра. И не отвечают нормативным требованиям 75 километров. Это более 80 процентов. На этом выступление чиновника завершилось. Продолжили депутаты, которые назвали отчет блестящим, но неправдоподобным. Если по тепловым сетям в канун наступления холодов Иван Владимирович считает, что все ровно и жить можно, то статистика по Алтайскому краю показала, что показатели самые худшие – это Каменский район, самый неподготовленный к отопительному периоду, с самыми большими долгами, самые большие теплопотери, со слов главы, это потому, что ему досталась советская инфраструктура. Вопрос, кто не давал, вам развиваться 30 лет. Клюшникова напомнила также и про состояние образовательных учреждений. По ее словам, одно находится в аварийном состоянии, окна другого утеплены целлофаном. Народная избранница не смогла промолчать и про каменские дороги. И самая большая проблема – это дорога в район нефтебазы. Там район частного сектора и там район кладбища. И это все-таки надо маленечко повожительнее относиться. По этой дороге повезут каждого каменца, включая главу каменского района. Поэтому все-таки нужно правильно расставлять приоритеты, правильно расставлять приоритеты. И эта дорога должна быть отремонтирована. Там ямы и ухабы. Высказались и другие депутаты по проблемам злополучного района. Напомним, отчет главы муниципалитета перед краевыми депутатами – первая подобная практика. Пройдет ее не только камень. И запомниться она должна не только критикой, но и совместным решением проблем в районах. Первый же результат стоит признать достаточно положительным. Ведь кроме того, что мы увидели на сессии, на самом деле основное общение с депутатским корпусом происходило накануне на комитетах и фракциях, разумеется. И там они могли задавать вопросы, получать ответы, разбираться в каких-то проблемных точках. Здесь на уровне все-таки комитетов и фракций действительно можно, по крайней мере, корректировать все финансовые потоки с тем, чтобы перенаправлять деньги на решение проблем. На сессии АКЗС, помимо критики, звучали и слова благодарности в адрес Ивана Панченко. Он стал первопроходцем среди руководителей муниципалитетов, который озвучил на сессии то, чем живет его район. Кто из глав будет держать удар на следующем заседании парламента, пока неизвестно. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Не открываются окна, в стенах трещины, а фундамент разрушен. С началом отопительного сезона дом жительницы Барнаула затопило кипятком. И это происходит не в первый раз. Однако за несколько месяцев трубу так никто и не отремонтировал. Якобы потому, что она бесхозная. Дмитрий Дроздов выехал на место. Город Барнаул, улица Литейная. Казалось бы, спокойное и тихое место. Однако страсти здесь нешуточные. Из-за прорыва трубы вода топит дом, его перекосило, заблокировало окна и даже рушится фундамент. В такую ситуацию Наталья попала в феврале месяце. Трубу под домом прорвало и под полом у девушки оказалась вот такая картина. Кипяток буквально выходил из-под пола. Это привело к повреждению фундамента. Он просел почти на 10 сантиметров. Это Наталье сказали специалисты, оценившие ущерб для дома. Внутри него трещины, стены рушатся. Окна перекосило так, что они не открываются. Окно. Вот тут видно даже, сколько здесь один палец. Допустим, здесь уже два пальца. Видно, насколько его перекосило, что он сейчас на напряжении находится. Окно не открывается, хотя ручка вот она открытая. Но проветривание не получится? Нет, проветривание не открывается. Двери в туалет не... То есть она в натяг вот здесь не открывается, но и не закрывается. Ну вот, все оно. Девушка пьет тревогу во все инстанции. Обращалась в администрацию города, в СГК и водоканал. И везде, говорит, ей отвечают, что трубы бесхозные. Возьмет ли кто-либо эту улицу на баланс, ей тоже не отвечают. Ну как может быть все эти бесхозные, но идет тогда какая-то вода. Она тоже не моя вода. Я говорю, хорошо, давайте так, говорю. Я тогда перекрою сама, самостоятельно, чтобы ко мне в дом не заходила эта вода. Ну кипяток. Меня просил дом. Кипяток. Мне говорят, вы не имеете права. То есть закрыть я, допустим, не могу отопление, потому что разморозится система. Я говорю, ну система же бесхозная. Ну и что, что она разморозится? Нет, у вас будет большой штраф. Штраф от кого придет? Ну, замкнутый круг. Бросить дом девушка не может. Он подарок на свадьбу. Да и столько сил в него вложено. Поэтому пока единственную помощь девушке в борьбе с кипятком оказывает отец. В том году с подполья выкачивали, потому что все затопило. А скрывать тут не вскроешь. Тут своими силами никак. Надо экскаватор, надо заваривать, надо менять. Если бесхозные сети, на каком основании вообще сюда запускают горячую воду? Переживают Наталью и ближайшие соседи. Ведь все понимают, что вода может дойти и до их жилища. Фактуры, которые нам присылают по отоплению, по воде, мы это все оплачиваем, как говорится. Коммуналку всю проплачивается. Только мы к городу-то не принадлежим. На баланс нас никто не ставит. А платим мы городу. Вот этот вопрос тоже непонятен. Почему как-то так получается-то? Если мы платим городу, значит, будьте добры, отремонтируйте нам трассу. Перед приездом нашей съемочной группы около дома стоял трактор, представитель администрации города и СГК. Но как только мы появились в поле их зрения, все спешно покинули улицу. Но сказали местным жителям, что в субботу начнут здесь раскопки. Мы, в свою очередь, написали запросы в администрацию Барнаула и СГК. И ждем их комментария по этой ситуации. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле запустят движение на одной из главных улиц города. Напомним, уже больше двух месяцев партизанская частично перекрыта. С 19 июля на участке от Комсомольского до Партизанской 61 проходили масштабные работы по строительству тепловой сети. Из-за чего движение машин было невозможным. Как с проспектов Ленина и Комсомольского, так и с улицы Максима Горького. Это повлияло на движение большегрузов, общественного транспорта, работу местных магазинов. Сообщалось, что ограничение будет действовать до 1 октября включительно. Однако улицу планируют открыть уже к вечеру завтрашнего дня. Добавим, что работы на Партизанской будут идти вплоть до начала зимы, но уже на других участках, на Некрасово, промышленной переулке трудовом. Рядом с новым зданием Барнаульской поликлиники номер 14 начали строить парковку. Для густонаселенного района и для больницы, которую ежедневно посещает несколько сотен человек, это крайне важный вопрос. В нашем материале расскажем подробнее. Эта стройка решит проблемы не только пациентов, но и жителей ближайших домов. Рядом с новым корпусом Барнаульской поликлиники номер 14 начали возводить парковку. Первоначально проект предусматривал всего лишь 30 парковочных мест, из которых 16 отводилось с пациентом. Если мы посмотрим на масштабы поликлиники, рассчитанные на 900 посещений и смену, мы понимаем, что это проблема не только для пациентов, но и жителей ближайших домов. Соответственно, мы задавали вопросы на уровне города, края, нас услышали, выделили земельный участок рядом с поликлиникой 5000 квадратных метров. Парковка рассчитана на 174 машины. Если прибавить те 16 парковочных мест, которые были в проекте изначально, получается на участке поместится 190 машин. На все работы из краевого бюджета выделено 18 миллионов рублей. Сегодня на площадке уже разровняли грунт, возводят канализационные люки, чтобы избежать луж на парковке. В перспективе здесь же появятся деревья, освещение. Если погода не подведет, я думаю, что в течение двух недель мы должны завершиться. Потому что все равно мы уже уходим на месяц октябрь, мы должны понимать, что погода дает последнюю возможность выполнить все работы намного быстрее. В общем, мы будем стараться это сделать, естественно, не навредив качеству, и чтобы в срок все выполнить. Не исключено, что в ближайшее время для удобства пациентов напротив поликлиники обустроят остановочные павильоны. Кстати, подрядчик, который работает на этом объекте, ранее уже строил парковку для медицинских организаций на Липедевского. Но подобных площадок, которые обустроены для учреждения первичного звена здравоохранения, в крае больше нет. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев, День с толком. Наш телеканал готовит уже второй выпуск программы «Я раскаиваюсь» о жизни и мыслях осужденных. В этот раз нашей героине станет отбывающее наказание в Шипуновском районе. Наш проект никого не оправдывает, однако подобные передачи помогают бороться со стереотипом, что все вышедшие из мест не столь отдаленных уже не способны к жизни в обществе. Сотрудники УФСИН, напротив, утверждают, что некоторые только начинают находить себя, оказавшись за решеткой. Пилотный выпуск «Я раскаиваюсь» зрители уже увидели. В нем мы рассказывали об осужденном за убийство Алексея Федотове. Мужчина четыре года отбывает наказание в Барнаульской исправительной колонии, служит в храме, занимается музыкой, чтобы после освобождения продолжить свой творческий путь, если, конечно, общество позволит работать по профессии. В октябре выйдет новый выпуск программы, об осужденной Шипуновской колонией Натальи Крахалеве. Женщина убила своего гражданского мужа, закон она нарушила впервые и теперь хочет искупить свою вину. До того, как посадили, я плакала постоянно. Плакала, наверное, от того, что чего уже нельзя вернуть, ничего исправить невозможно, ну, все, все сделано. А здесь, наверное, я перестала плакать. Я просто перестала плакать. У меня какой-то вот ступор, я не могу. Я с этим жить буду всю жизнь. Это никогда не уйдет из моей головы. Я буду с этим жить всегда. И вот это страшно. По статистике Краевого управления Федеральной службы исполнения наказания на раскаяние способны, как правило, осужденные в первый раз. Поэтому не всем раскаившимся стоит доверять, отмечают специалисты. Чаще всего раскаяние это происходит у тех людей, которые не только попали в места лишения свободы, кто впервые осужден, у кого тяжкие статьи, раскаяние происходит, когда они начинают чувство вины происходит по потере контакта с близкими, чувство вины, что они лишают себя каких-то либо благ. А те осужденные, которые уже, получается, рецидивисты, неоднократно бывали наказанием, у них это крайне редко происходит. Кто неоднократно бывал наказанием, они, получается, повторно совершают преступления аналогичные своим статьям, получается, у них уже раскаяния нет. Это у них система. Можно у некоторых сказать систему, что совершают преступление один раз, потом второй, третий, уже в колониях особого режима оказываются. Этой осенью на сцене Краевого театра драмы выступят артисты любительского театра из Новоалтайска. Уже 9 лет увлеченные сцены программисты, инженеры, музыканты перевоплощаются в классических и неклассических персонажей по зову души. И судя по приглашению выступить на одной из главных площадок региона, душа их зовет в нужном направлении. С артистами познакомилась Юлия Щепина. Работа кипит полным ходом. Театр имени Куинджи из Новоалтайска готовится к показу спектакля «Это ж надо так!» по мотивам рассказов Василия Шукшина. И не просто на любительской площадке, а на сцене Алтайского театра драмы. А началось все с участия в фестивале «Характеры» в рамках шукшинских дней на Алтай. Результатов конкурса ждали с замиранием сердца. Стали давать места. Значит, третье место, второе, первое. Лауреаты. Мы напряглись. Потом вдруг говорят о том, что нас заявлено по фестивалю Гран-при, которое будет как награда, показ в театре имени Василия Макарыча Шукшина, спектакль. И называют нас. Вот тут мы все не на шутку и искренне просто обалдели. Мы кричали так, мы радовались, как вот обычно радуются, знаете, там где-нибудь на Евровидении, там или на хоккей. Театр начал свою работу почти 10 лет назад. За это время здесь образовалась труппа из людей разных возрастов и разных профессий. Я инженер-конструктор. Ну а здесь, ну, это как частичка счастья. Вот если представить, например, как сегодня. Целый день за компьютером, напряженная работа, нервы натянуты, глаза болят, мозг кипит, тело захрясло от одного положения. И приходишь сюда, и здесь можно подвигаться, попроживать эмоционально все. Совсем другая атмосфера. Я здесь со второго дня, как образовался театр, пришла случайно. Хотя я никогда не грезила сцены. В детстве я, конечно, играла. Принцев. Знаете, во дворах раньше ставили спектакли. Это было просто моим планом. Но сюда пришла и действительно осталась. А некоторые участники настолько прониклись творчеством, что решили сделать свое увлечение профессией. Арине всего 15, младше нее только 14-летняя актриса. Когда Арина закончит школу, пойдет поступать на актерство. А пока юные таланты на ощупь изучают это искусство и делятся умением перевоплощаться. Я играю Лиду. Соответственно, главную роль в спектакле Лида приехала. Проживаю, создаю отдельный образ, отдельного человека и каждый раз перед выходом стараюсь с ним входить в единое, в целое, так скажем. То есть она тебе не близка? Нет. Расскажи немножко поподробнее про Лиду. Лида, она такая раскованная, более, можно сказать, свободолюбивая. Она не терпит отлагательств и ей нужно как бы вот все и сразу. И поэтому нужно с ней еще успеть договориться. А договориться и выполнить все задачи режиссера основная миссия актера. Волнуется перед выходом на сцену, но держит в голове все задуманное, рассказывает руководитель театра Александр Лопатюк. Прежде всего, конечно, это внутреннее проживание, правда проживания, выпуклое как бы существование на сцене и создание другой реальности. Чтобы зритель в зале хотя бы на какое-то мгновение забыл, что они смотрят артистов каких-то, чтобы они погрузились в тему. И мы стараемся, чтобы это социально всегда как-то где-то отзывалось, пересекалось с жизнью. Чтобы была всегда какая-то правда. Показ спектакля «Это ж надо так» на сцене Краевого театра драмы пройдет 7 октября. Он будет премьерным для простого, не фестивального зрителя и станет важной точкой в истории театра, ведь их творчество признали профессионалы. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова «Субтитров А.Кулакова» Продолжение следует...